В Российском государственном библиотеке находится введение в географию 1772 года издания. Вольная татария принадлежит к небольшим князьям. В ней находится часть Туркестана, которая не принадлежит государству Кантайша и имеет своего хана. Обитатели называются казачи и живут по большой части в ордах. Семён Ульянович Ремезов, русский энциклопедист Сибири, картограф, архитектор, строитель, историк, художник, писатель. С 1697 года и по 1711 год он создал хорографическую книгу Сибири. В течение 13 лет он путешествовал по всей Сибири и создал карту с описанием городов и народов. Оригинал книги и карты были вывезены из России в 1098 году. В настоящее время хранится в библиотеке Гарвардского университета. На территории современного Казахстана находятся казачьи орды. Как поясняет Ремезов, каждая орда управляется ханом, но все они подчиняются их великому хану, он объединяет все орды во времена войны и набегах. Несмотря на то, что Семён Ульянович Ремезов дал краткое описание казачьего народа в государстве казачья орда, основной его труд по истории и географии Туркестана, Козелбарский чертеж, считается утерянным. «Атлас Российский» – уникальное произведение раннего периода русской картографии, выпущенное в 1745 году. Издание «Атласа» стало результатом 20-летнего труда множества картографов, выполнявших инструментальную съемку российских земель по указу Петра I. «Атлас Российский» был официально признан первым атласом Российской империи, так как впервые давал широким слоям общества представление о государстве в целом и каждой его губернии. В этом атласе сегодняшней территории Челябинский, Курганский, Омской, Тюменский и часть Новосибирской области написана «Степь казачьей орды». На голландской карте 1593 года в Сибири народ казахи проживают на территории современных городов Томск, Новосибирск, Абакан, Кемерово и Барнаул. На карте 1799 года за пределами границы казахского ханства, между городами Омск и Тюмен находится степь казачьей орды. Николай Александрович Арестов, русский историк-востоковед и этнограф. Он в своем книге пишет, «Этот народ по численности занимает второе место между тюркскими народностями после турок-османов, по пространству земель первое, ибо распространяется от монгольского Алтая до низовьев Амударий и Каспийского моря, и от западного Тиньшаня до Уральских горы. Сверх того, по своему географическому положению, киргиз-казачьи степи помещали все непосредственно спускавшиеся них с Алтая тюркские племена. А потом для приют и остальным тюркским племенам, обитавшим первоначально в Монголии, так что в состав киргиз-казаков можно ожидать найти представителей всех главнейших, древнейших тюркских племен. Был в сибирской стране на реке Ишим некто мусульманин царь именем Иван, родом татарин. И восстал на него из его державы от простых татар Чингис, и призвал подобных себе, и убил его, и сам стал царем. И некоторый слуга царя Ивана спас царевича Тайбугу от Чингисова убийства. После нескольких лет Чингис узнал по Тайбугу о том, что он сын царя Ивана. Он почтил его великой чести и прозвал его князь Тайбуга. Иван Грозный покорил Ластяков и Вагуличи, а затем и татар Сибири. Татары признали над собой власть России, и князь их Едигер склонился платить дань в год по тысяче соболей. Такая ситуация не понравилась потомкам Чингисхана. Поэтому из казахского ханства прибыл Кучум, он казнил Едигера и Бекбулата. Таким образом чингизиды вернули в себе Сибирь. Сибирский кунгурский летопись создана в середину 1600-х годов. На основе более древних рукописей автор указывает, что Кучум пришел из казачьей орды. А также в этом летописье войны из казачьей орды активно участвовали в боевых действиях. Сибирский летопись Саввы Есипова написана 1636 году. Глава 5. О царе Кучум. Пришел же степью из казацкой орды царь Кучум, муртазаев сын, со многими воинскими людьми, дошел до города Сибирь и взял его, князей Едигера, и Бекбулата убил, и позвался сибирским царем. Алексей Ираклевич Левшин, государственный деятель Российской империи, один из теоретиков реформы по освобождению крестьян, член Государственного совета. Историк, этнограф, писатель. В своем книге о писании киргиз-кайсакских или киргиз-казачьих орды из Тепей пишет. Кучум, последний сибирский хан, был сам киргиз-казахом. Завладев эскером силой оружия и убил царствовавших князей Едигера и Бекбулата. Он необходимо должен был иметь около себя и войско, составленное из прежних соотечественников своих. Следовательно, Ермак и сподвижники его без всякого сомнения сражались с казаками или нынешними киргиз-казаками. Существует казахское предание о том, что не Кучум, а казахский Батыр-Садбек из племени Уак пресек кровавый путь завоевателя Ермака в Сибири. Казахская народная память сохраняет о руах Батыра-Садбека как победителя нелюдья Жармака, тогда как официальная российская история говорит о том, что Ермак утонул. Но тогда, откуда взялась кольчуга Ермака, не от средневековых водолазов же. Садбек Батыр отрубил ему голову, отделив от тела грешную душу, которой никогда не будет покоя. Да и откуда возникнет о руах кровопийцы, не от поминок же по изуверу, сарайшика и Сибири. По-другому, тюрко-сибирскому преданию Ермака убил кучумовский воин Батыр-Кучугой, прободав ему горло. Конечно, обе тюркские версии легендарны. И они явно противоречат официальной российской истории, которая утверждает, что Ермак утонул. Но при этом необходимо учесть, что и сама российская версия также составлена со слов, то есть она не менее легендарна. При таком изусном сходстве первоначальных источников тюркские версии получают преобладание хотя бы своим двойным количеством. Субтитры создавал DimaTorzok Субтитры создавал DimaTorzok